Привет! С вами Ира, гид в Кокошнике. И концепция моего видео заключалась в том изначально, что я его хотела снять вон там. Но дело в том, что там сегодня у нас стоит сцена по случаю празднования одного небезызвестного вам праздника. И в общем там районы, кварталы, жилые массивы, а рассказать я хотела вам вовсе не об этом. Что такое Кремль? Вот о чем будет сегодняшнее мое видео. Дело в том, что слово Кремль происходит из XIV века. Использовалось оно в основном на севере и востоке Руси. Означало оно сердце русского города, так сказать, его центры. Конечно, это сердце было укрепленное. До него, ранее, в этом качестве использовалось слово детинец. Это и означало крепость, центральную часть города с основными, самыми важными постройками. Обычно внутри Кремля располагался дворец князя, главные храмы этого поселения обязательно. Также дворцы или дома знати. И здесь же селились ремесленники, работники этого князя. Кремли обычно строили в местах труднодоступных. Ну, выбирали сложные места, то есть на холмах, пустях рек или в местах слияния рек, для того, чтобы в случае нападения врага было проще обороняться. Ну, потому что во времена Древней Руси междоусобица была делом привычным. Так вот, в 1147 году отец князя Игоря, тот самый, который слово о полку Игореве, Святослав Черниковский убегал от своих преследователей в дальние земли своих территорий. Оказался он примерно здесь. В то время во Владимире был двор, находился двор Юрия Долгорукова. И вот этот Святослав Черниговский встретил посланников Юрия и передал ему письмо со следующими словами «Приди ко мне, браты, в Москву». Ну, тот и пришел. И с тех пор начинается летоисчисление Москвы. Ну, надо сказать, что поселение городское здесь, конечно, было еще до того. Точнее, скорее даже не городское, а какие-то деревни. В общем, короче, здесь жили люди и до этого, до основания города. Но, тем не менее, вот только с этого времени начинается официальная история города. В 1156 году в Тверской летописи появляется запись, что князь Юрий заложил град Москву на усть Ниженеглинны выше реки Аузы. В то время «заложи град» означало, что он построил как раз-таки укрепленную крепость из дерева. Но в то время из камня тоже строили, но, конечно, дерево было основным строительным материалом. И обнес эту крепость, соответственно, валом и рвом. И вот сам термин «кремль» появляется в летописях впервые в 1317 году. Тогда же строят первый «кремль» в Твери. Он был деревянный, обмазан сверху глиной, еще и побелкой. Но, насколько я знаю, этот «кремль» не сохранился, он впоследствии сгорел. И, в общем-то, все. А в 1367 году строят «кремль» московский, белокаменный. Это были годы правления Дмитрия Донского. И тогда Москва приобретает уже большую значимость, как такое центральное княжество Руси. В этом же XIV веке по приказу митрополита Петра из Владимира в Москву переносят главный собор Руси. Им становится Успенский собор. Это тоже имело очень важное значение. Но в то время большинство построек здесь, тем не менее, оставались еще деревянными. Дополнительно строились укрепления и тоже из бревен. И в итоге в летописях следующая запись у нас звучит таким образом. По горе город Москва «кремль» весть. Ну, да, потому что он был из дерева. Значимость Москвы, как я уже говорила, возрастала. И, с одной стороны, постоянно в это время нападала Орда. С другой стороны, Литва и не только. В общем, нужно было оборонять эти территории. Поэтому было принято решение строить уже крепость из камня. И вот по приказу внука Ивана Калиты Дмитрия сюда, в Москву, начинают прибывать во множестве кораблей, которые везли известняк. Отсюда, в общем-то, возник этот белокаменный «Кремль». В Кремле было девять башен и в шести из них пыль ворота. Что, в общем-то, для средневековой крепости считалось очень много въездов в город. Ну, а по величине он был несколько меньше, чем современный, но тоже достаточно большой. Этот белокаменный вариант Кремля простоял чуть более ста лет. Через время было принято решение перестраивать Кремль вновь. И вот строят очередную версию Кремль Ивана Третьего. Вот он, собственно, перед вами. Для этого приглашают иностранных специалистов, итальянских. В то время в Италии расцвет культуры. Там появляются и художники, и архитекторы, и скульпторы, и инженеры. В общем, много талантливых людей, и было кого пригласить. В 1475 году сюда приезжают Аристотель Фиараванти, Пьетро Антонио Салария, Марк Фрязин, ну и ряд других имен. И они начинают перестраивать буквально все. И великокняжеский дворец, и главные храмы, и возводят стены, и башни, и вот из красного кирпича. Отсюда, собственно, и смена цвета, основного цвета Кремля. Но дело в том, что есть такой известный спор, какой же Кремль, белокаменный или краснокаменный. Ну вот, с тех пор он краснокаменный, но неоднократно его белили. Отсюда, собственно, и вот эти вот споры. Сначала возвели стены и башни со стороны Москвы-реки, а затем приступили к возведению уже вот с этой стороны, со стороны Красной площади. У каждой башни своя история и свое название, связанное с чем-нибудь. Ну, например, башня Тайницкая. Названа так потому, что в ней находился тайник-колодец. Или башня водовзводная. В 17 веке внутри установили водоподъемную машину. Это, кстати, было начало строительства московского водопровода. Беклемишевская башня. Названа так по фамилии Боярина Беклемишева, чей двор находился рядом. Ну и так далее. То есть у каждой башни была какая-то ассоциация, почему она так названа. Всего построено было 20 башен, но кто-то называет цифру 18 плюс 2, потому что две, скажем так, странненькие. Одна из них надстроенная царская, и вторая, Кутафья, она просто стоит отдельно. Построили Фроловскую башню, которая впоследствии была названа Спаской, потому что над воротами в ней установили икону Спаса Нерукотворного. Отсюда, собственно, название Спаская. Та самая, пожалуй, знаменитая. Никольская башня чем-то напоминает по стилю Спаскую. Ну и так далее. Надо отметить, что все башни были построены с учетом фортификационного искусства того времени. Учитывалась дальнобойность орудий. Отсюда и расстояние между башнями. Плюс каждая из них была сделана такой самостоятельной оборонной единицей. Если соседние башни захватят, то здесь, в конкретной башне, можно было обороняться дальше от врагов. Плюс верх башен сделан несколько шире, чем низ. Для чего? Если враг подходил к подножию, его можно было бы обстреливать сверху, ну или вылить ему что-нибудь на голову. А вот эти вот зубцы, которые многие специалисты говорят, что это в виде ласточкиных хвостов сделаны, это тоже не только для красоты. В них через один когда-то были оборудованы бойницы. Ну и Спасские ворота в одноименной башне, это был торжественный въезд в город. Для встречи иностранных именитых личностей, или там, скажем, иностранных послов, для разных торжественных мероприятий и так далее. Наступает XVIII век. Петр I имел в виду эту вашу Москву и переносит столицу в свежепостроенный для себя город Петербург. Москва несколько опустела. Однако даже в то время Кремль своей значимости не утратил. Это все равно была очень такая важная стратегическая постройка. В 1812 году, как известно, французские войска захватили Москву на некоторое время и Кремль в том числе. Ненадолго наши отбили их и тогда Наполеон, уходя, приказал Кремль взорвать. То есть частично им удалось это сделать, были повреждения и стены, башен, и некоторых построек. Удалось вовремя потушить фитили от мин с порохом под заборами, поэтому они не пострадали. Новая история Кремля начинается в марте 1918 года, когда сюда въехало советское правительство вместе с Лениным, и Москва снова стала столицей. Ну а в 1935 году на пяти главных башнях установили рубиновые звезды, и в них зажигались огни. В общем, было красиво. Ну и сейчас красиво. Ну что ж, скажу, что Московский Кремль это не только ряд правительственных зданий, но это еще и прекрасный музей-заповедник, где достойны внимания много что. Ну, например, соборы Архангельский, Успенский, Благовещенский, Оружейная палата, Патриаршие палаты, Церковь Резоположения, Колокольня Ивана Великого. Скажу еще несколько интересных фактов напоследок вам из истории Кремля. Питер, город на островах, такая у него концепция, у Москвы, естественно, никогда подобной концепции не существовало. Однако, в XVI веке был момент, когда Кремль был островом. Тогда специально для, ну, дополнительные кольца обороны делали и прорыли здесь каналы. Но вреда от них, как выяснилось, было гораздо больше, чем пользы. Нарушалась логистика, то есть сложнее было ввозить товары в город непосредственно внутрь Кремля. В общем, от этой идеи отказались и каналы ликвидировали. Когда-то внутри было множество монастырей, ну, действительно много, но в XX веке, если быть точной, 28 церквей и монастырей было разрушено и закрыто внутри. Конечно же, в Великую Отечественную войну здесь также были постоянные обстрелы. Кремль маскировали, например, закрывали звезды фанерой, красили для маскировки стены в разный цвет, рисовали фальшивые окна и двери. Но, тем не менее, множество зажигательных бомб и фугасных снарядов сюда попадало. Были разрушения, например, здания арсенала. А в XVII веке внутри Кремля были висячие сады. Да, вот такой интересный факт. Выращивали там экзотические фрукты и цветы. Эти висячие сады сохранились на чертежах и на картинах некоторых художников. Они есть. Однако зимы были суровые, не то что сейчас. И, соответственно, пришлось эти сады закрыть, потому что очень сложно было их содержать. Ну и, наконец, куранты. Здесь, на Спасской башне, находятся часы, которые показывают самое точное время у нас в стране. Это обеспечено тем, что от курантов протянут электрический провод прямо в Московский институт астрономии. Ну что ж, на сегодня у меня все. С вами была Ира Гитшляпе, оказавшаяся на какой-то момент в Москве. Если хотите индивидуальную экскурсию, но только не по Москве, а по Питеру, можете написать. Мне мои контакты находятся в описании к этому видео. Будет еще много интересных историй. Всем спасибо. Всем пока. Пока.